Об этом борце говорили следующее. На ковре он барс, который медленно подкрадывается и проводит молниеносный прием, неожиданный для противника. Будь то прием в стойке или в партере. Борец абсолютно неординарный, со своей техникой и тактикой ведения борьбы. Спортсмен, который борется с первой секунды и до последней. Все это об известном советском борце вольного стиля, чемпионе Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряным призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпионом мира и Европы, шестикратным чемпионом СССР и одном из лучших мировых борцов первой половины 1970-х годов Романе Дмитриеве. Роман Дмитриев родился 7 марта 1949 года в селе Бестях Жиганского района, что расположено недалеко от Якутска. Вольной борьбой начал заниматься с 13 лет. В 17 лет стал чемпионом юношеской спартакиады народов Якутии, а в 18 чемпионом спартакиады школьников СССР. В 1968 году в возрасте 19 лет Роман Дмитриев, уверенно победивший на молодежном первенстве СССР, был включен во взрослую сборную страны. И уже в молодом возрасте Дмитриев показал себя умным, техничным и тактически разнообразным борцом. В 1969 году была введена весовая категория до 48 кг, в которой начал свое победное шествие Дмитриев. В том же году Роман Дмитриев последовательно выиграл чемпионаты СССР и Европы, победил на международном турнире в Тбилиси, где в финале одержал верх над Ибрахимом Джавади из Ирана. Однако на чемпионате мира, который проходил в аргентинском Мардель Плато, Дмитриеву победить не удалось, став вторым. С минимальным счетом он уступает своему главному сопернику, тому самому Ибрахиму Джавади, впоследствии ставшему четырехкратным чемпионом мира. На следующий год Роман Дмитриев также участвовал в чемпионате мира, но смерть отца, случившаяся во время турнира, угнетающе подействовала на него. В итоге он стал лишь третьим. Звездным часом Романа Дмитриева стала Олимпиада 1972 года в Мюнхене, но прежде была нешуточная борьба за место в олимпийской сборной. Бакинец Рафик Гаджиев, чемпион СССР и Европы 1970 года, уверенно выиграл Тбилисский международный турнир, на котором, к слову, Дмитриев не боролся из-за болезни. Но на чемпионате Европы стал лишь четвертым. Все решалось на чемпионате СССР в Минске, где Дмитриев в финале неожиданно легко победил Гаджиева. Игры в Мюнхене стали для советских атлетов очень успешными. Они завоевали 50 золотых медалей, причем 5 из них внесли борцы вольного стиля, достижения поистине выдающиеся. Имена чемпионов с золотыми буквами вписаны в историю советского и мирового спорта. И первое золото для советской борцовской дружины в самой легкой категории до 48 кг завоевал Роман Дмитриев. В первом круге Роман туширует индийца Марути, Джавади же сводит в ничью схватку с американцем Гонсалесом. Самой трудной для Дмитриева стала схватка с быстрым и техническим умедой. В начале схватки Роман дважды бросает японца на кочергу. При счете 0-4 японец быстро набирает баллы, доведя счет до 12-5 в свою пользу. В третьем периоде Роман Дмитриев счет сравнивает 12-12. А на последних минутах за счет бойцовского духа Дмитриев вырывает победу 18-15. Следующая схватка с Огненным Николовым Роман выигрывает с разницей в 9 баллов. В последней схватке с Джавади Романа Дмитриева, чтобы стать олимпийским чемпионом, устраивала и ничья. Но якутский борец стал заложником остроатакующего стиля, который он исповедовал. За несколько секунд до конца схватки при счете 6-6 Дмитриев проходит в ногу иранца. Но Джавади из последних сил кидает Романа на обратный пояс. Казалось, что золото игр уже в кармане Джавади, но схватка с Дмитриевым так измотала его, что он проигрывает Огнену Николову 6-8. В итоге у Романа Дмитриева золотая медаль, серебро у Николова, бронза у Джавади. В 1973 году Роман Дмитриев выигрывает чемпионат СССР и становится обладателем Кубка мира. В том же году он побеждает на чемпионате мира в Тегеране. В финале Дмитриев одержал победу над восходящей звездой из Болгарии Хасаном Исаевым. В Олимпийском 1976 году Роман Дмитриев выиграет чемпионат СССР, табилистский международный турнир и становится обладателем Олимпийской путевки. На Олимпийских играх в Монреале Дмитриев уверенно побеждает всех своих соперников. И уже казалось, что ничто не помешает ему во второй раз стать Олимпийским чемпионом. Но случилось непредвиденное. В последней схватке с японцем Акирой Куда при счете 3-2 в пользу Дмитриева судьи за минуту до конца схватки дали обоим борцам предупреждение и дисквалифицировали. Это был шок. Надо сказать, что тогда победа определялась по системе штрафов. Штрафные баллы за дисквалификацию даже превышали баллы за поражение. Так вот, за дисквалификацию Роман Дмитриев получил 4 штрафных балла и сразу переместился на второе место. Но еще не все было потеряно. Все решала последняя схватка Акиры Куда с болгарином турецкого происхождения Хасаном Исаевым. Если побеждает Куда, то Роман Дмитриев олимпийский чемпион. Но случилось то, о чем не хотелось даже думать. Японца дисквалифицируют во второй раз и чемпионом становится Хасан Исаев. Из-за предвзятого судейства ни разу не проигравший на той Олимпиаде Дмитриев лишился своей второй золотой олимпийской медали. Всем было ясно, что именно закулисные игры сделали эту расстановку на педестале почета. Серебряная медаль Олимпиады для многих спортсменов является недостижимой вершиной. Но медаль Олимпийских игр 1976 года всю жизнь навевала на Романа Михайловича тяжелые воспоминания. Только сильный характер помог ему выстоять после такого психологического и морального удара. Мог Роман Дмитриев принять участие и в Московской Олимпиаде 1980 года. В предолимпийском 1979 году он выиграл 7-ю спартакиаду народов СССР и Тбилисский международный турнир. А в Олимпийском 1980 году чемпионат СССР. Но на Олимпиаду главный тренер сборной СССР Юрий Шахмуратов взял молодого Сергея Корнелаева, которого Роман Дмитриев победил в финале предолимпийского чемпионата СССР. Однако третье место, занятое Корнелаевым на играх в Москве, впоследствии поставило под сомнение выбор тренерского штаба. Роман Дмитриев закончил спортивную карьеру в 1981 году, после чего на протяжении многих лет входил в тренерский штаб сборной СССР, тренировал юниорскую сборную России и работал в Федерации спортивной борьбы. Друзья, соперники, специалисты и тренеры называли его одним из самых ярких борцов вольного стиля 20 века. Его отличали огромное трудолюбие, высочайшая техника, огромная сила воли и постоянная воля к победе. 11 февраля 2010 года Роман Михайлович Дмитриев ушел из жизни. Было ему всего 60 лет. При всех своих многочисленных победах и регалиях спортивную судьбу Романа Дмитриева можно считать трагичной. Он имел все шансы стать трехкратным олимпийским чемпионом, но не сложилось. Роман Дмитриев остался в памяти людей не только великим спортсменам, но и личностью с большой буквы. А таких народ помнит веками.